Некоторые глупые создания считают меня, пожалуй, наверное, каким-то злым-злым ситхом, который где-нибудь в глубинах вселенской тьмы осмысляет злобные-злобные планы о том, как разрушить те лжи и иллюзии, которым люди следуют, которые люди считают для себя чем-то более важным, чем реальность, чем достоверность, чем правда. Ну так как бы что плохого, чтобы разоблачать ложность лжи и чтобы свидетельствовать о том, что ложь ложна, а правда истинна и священна. Я, наоборот, считаю такую деятельность важнейшей. По сути дела, такой деятельностью занимались священнослужители и пророки, и философы, и ученые всех предыдущих поколений. Потому что ложь — это грязь, потому что ложь — это ошибка, потому что правда истинна и священна, правда божественна, правда то, в общем-то, на чем Всевышний построил всю Вселенную, чем Всевышний пронизал всю Вселенную. И частью вот этой Вселенской истины, правды божеской, являются те частности правды, которые зафиксированы в, в общем-то, разных исторических текстах, исторических артефактах, и исторических всяких других памятниках, всяких других свидетельствах и свидетельствах о этих самых свидетельствах. То есть историческая наука, по сути дела, является наукой о истине. Я понимаю, что в нынешнее время, во время, когда какие-нибудь люди, которые разожрались и обжирели, похожи уже на то, что и называть-то не хочется. Но им не хотелось бы, чтобы им вот так это в лицо сказали, что они похожи, в общем-то, на то, на что они и так похожи. В нынешнее время, когда никого нельзя оскорблять, то есть никому, по сути дела, нельзя говорить правду. В нынешнее время, когда констатация ущербности ущербных может быть интерпретирована как буллинг, как дискриминация и так далее. Хотя никоим образом не за то, чтобы реально дискриминировать людей. Реально дискриминировать людей – это бредово. То, в общем-то, чем и занимаются как раз сторонники деградации и дегенерации. Однако есть те случаи, когда люди сами портят себя наркотиками, алкоголем, другими какими-нибудь гадостями. И таким путем я считаю, что констатировать ущербность добровольно ущербных, то есть ущербность грешной деятельности, ущербность алкоголизма, ущербность наркомании, ущербность какого-нибудь того же самого терроризма, констатировать вот такую ущербность – это священное дело. Поэтому я говорю правду, но в нынешнее время многим приятнее, во-первых, слышать ложь, во-вторых, многие считают, что у них как бы есть выбор между хорошими словами и плохими словами. И когда им говорят, ну, допустим, когда тем же россиянам говорят, задорным какой-нибудь им говорит, «Ваша страна самая древняя, вокруг вас американцы тупые, хохлы тоже тупые, те все плохие, те все плохие, вы самые лучшие, вы это самое». Им такая правда нравится, точнее, им кажется, что это правда, но на самом деле это ложь, и глубинно, в общем-то, живя в том, в чем они живут, они хорошо понимают, что не такие уж, наверное, эти американцы тупые, если построили у себя процветающую цивилизацию. А вот россияне как-то не смогли у себя построить не то, что процветающую, а даже современную цивилизацию. Больше того, когда россиянам ткнуть их носом в те зверства, которые их армия сотворила в Буче, в других местах, даже в том же Донецке-Луганске, они же творили и творят зверства до сих пор, истребляя остатки какого-то инакомыслия, истребляя, в общем-то, остатки чего-то человеческого, что там кое-как, вроде как, в некоторых местах еще оставалось. Хотя понятно, что там и какие-то конкретные патриоты, они давно уже покинули эти территории, и понятно, что даже люди более-менее свободомыслящие, более-менее вообще какие-то адекватные, они тоже покинули все территории, и здравых, и правильных соображений, и даже своих шкурных интересов, просто чтобы лишний раз над ними не пролетала никакая боеголовка, просто чтобы ненароком не сдохнуть в этом всем, что там творится. Поэтому те, кто там остались, это уже вообще тоже достаточно уникальные экспонаты. Но даже тех экспонатов продолжают насильственно зачищать и продолжают насильственно форматировать под совсем уж радикальный путинский фашизм, под совсем уж радикальные путинские представления о том, что его рейх — это нечто величественное, нечто интересное, а получается Украина и, в принципе, все остальные страны должны быть или подчинены им, или уничтожены им. И это ужасно. Ну и это, кстати, один из примеров ущербности нынешней российской, в общем-то, пропаганды. Потому что реально, что предоставить человечеству у них нету, реально, что сказать человечеству у них нету, а вот паразитировать, даже, в общем-то, паразитировать на той же самой нацистской идеологии, которая была создана также не ими, и только лишь прикручивать эту идеологию, разработанную Муссолини и Гитлером своей Российской Федерацией. Это они могут. И можно было бы над этим поржать, пособолезновать им, но от этого гибнут люди. Они не просто в каком-то, не знаю, оторванном информационном пространстве занимаются этими экспериментами над своим народонаселением. Они же это самое народонаселение еще потом гонят на наш убой. Но они гонят и на убой собственного народонаселения, и чтобы оно, убиваясь, постаралось побольше убить нас. И при этом они присваивают историю Руси. И при этом они пытаются именно себя ассоциировать с Русью. И говорят, вот Киев, Русь, мать городов русских, все дела, поэтому давайте нам Киев. Ну, и отчасти это парадоксально, дебильно, ужасно, а отчасти, а что мы хотели, если, в принципе, за 30 лет независимости мы так и не сформировали свою историческую науку, которая бы громко, четко и ясно сказала, что Киев, Русь — это именно история Украины, никакого отношения к Москве история Руси не имеет, Московия — это исключительная история Суждальщины. Суждальщина какое-то время была подстилкой Волжской Булгарии, позднее была, в общем-то, вассальными территориями Руси, позднее стала подстилкой Золотой Орды, позднее московиты там выгеноцидили всех Рюриковичей и большую часть Русинов, а позднее начали геноцидить своих соседей за то, чтобы всю былую Суждальщину пересобрать с новым центром, который был удобен татарам, то есть пересобрать из Москвы. И вот изучая то, что есть в музеях, изучая то, что есть в летописях, изучая то, что есть, то, что, в общем-то, даже отчасти доказывается и изучается даже нынешними российскими всяческими историческими деятелями, я именно поднимаю и провозглашаю и демонстрирую все эти нюансы. Сейчас я показываю витрину из музея предунащины, который присутствует в городе Измаил. Также я демонстрировал вышивку из галереи искусств в городе Измаил и демонстрировал выставку картин, которая посвящена нынешней жестокой, жуткой, ужасной московицкой агрессии против Руси и Украины, которая также присутствует в историческом музее города Измаил. И вот у меня есть кадры и из города Полтава, и из города Ровна, из множества других городов, из Одесского, того же самого, археологического, краеведческого и других музеев. Бывая в том или ином городе, так или иначе, я изучаю историческое наследие, я изучаю в некоторых случаях даже библиотеки, изучаю, в общем-то, сведения о истории тех городов и изучаю правду, а позднее этой самой правдой стараюсь поделиться, в общем-то, с подписчиками моего канала. Кроме того, я составляю какие-то тексты, которые в некоторых случаях начально мной создаются или как проекты книг, или как шпаргалка под видео, или как шпаргалка просто под какие-то дальнейшие размышления. Так или иначе, я это все осмысляю, так или иначе, позднее даже из шпаргалки может развиться, в общем-то, какая-то книга, или наоборот, или так дальше. То есть, исследование истории, так или иначе, я осуществляю на протяжении лет, на протяжении десятилетий. И имею ряд, как вот данных фото-видео материалов, так, в общем-то, и осмыслений, так, в общем-то, и каких-то промежуточных выводов, которые я позднее в уме осмысляю, да, осмысляю, переосмысляю, сопоставляю даже данные из тех или иных картин, допустим, с планом города, который присутствовал в более поздние времена, осмысляю возможности того, как бы, какие были возможности, когда люди фоткали эти материалы, какие были возможности, когда людям приходилось вообще это все рисовать. Сопоставляю, осмысляю, сопоставляю древние планы, вообще жилищ с более поздними, с тем, как это все развивалось, исследую историю Руси. И, в принципе, это не так-то и сложно, учитывая, что я не засоряю свой разум разнообразными эмоционально бессмысленными дерьматениями, которыми обычно люди унижают свой разум, затуманивают сознание и эксплуатируют усилия, эксплуатируют возможности своего разума, который Всевышний Боги даровали людям для того, чтобы люди развивались, а люди думают, любит ли их та или иная зверуха или не любит. Тупо, безумно. Или думают, что бы пожрать. Что бы пожрать, чтобы вкусненько было, чтобы пожрать вот того, что мамка готовила. Ну, или так дальше, или в таком духе. Не тратя свой разум на то или иное физиологическое или эмоциональное дерьматение, я, в общем-то, в этом самом разуме обрабатываю информацию касательно истории Руси, касательно археологии Руси, Украины, касательно того, какие другие народы, страны, цивилизации в разные времена имели какое-то к нам отношение, какое они имели к нам отношение, где они имели свое присутствие, где была там, например, торговля или какие-то дипломатические, или какие-то культурные, или какие-то военные, или какие вообще там были связи, и что эти связи означали. То есть, то ли мы от них что-то перенимали, то ли одни от нас что-то перенимали, в каком масштабе, в каком объеме они или мы от них что-то перенимали. Я это все осмысляю, и поэтому правда в том, что иногда я показываю какие-то кадры, показываю какое-то видео и предоставляю в нем некоторые свои выводы, некоторые свои размышления, а меня потом вы же, ну или другие подписчики или просто зрители обвиняют, что типа, Ари, а в этом видео такое не показано, а ты сказала, такое не показано, а ты сказал, а такое не показано. Так правильно, я в одном видео показать все со всех музеев и одновременно не могу. И про что-то я говорю, что-то я вообще вскользь упоминаю и говорю просто лишь как вывод, что допустим, в Астрожском музее, в Астрожском замке есть перстень Рюрика. Перстень Рюрика с древней символикой Рюрика, вот и все, и как факт. И в каких-то видео я включу кадры из Астрожского музея, но по большому счету, если вам захочется эту тему детальней исследовать, вы можете и без включенных кадров сами полазать на моем канале, найти надлежащее видео. В каком-то видео я говорю, что московиты, допустим, в Московский исторический музей на Красную площадь, трипа вывозили огромное количество предметов, в общем-то, с территории Руси, Украины. Но снова же, все вот эти наглядные доказательства этого я не привожу, потому что это слишком много. Но те, кто видели мои материалы по Одесскому археологическому музею или, допустим, по Запорожскому краеведческому, по идее, могли бы вспомнить, что и в Одесском археологическом, и в Запорожском краеведческом, и не только в них, еще в ряде других. В общем-то, есть даже отдельные таблички, которые в графической форме изображают те предметы, которые в физическом своем оригинале на данный момент вывезены и несправедливо присвоены Московии и лежат, украшая историю, идеологию и фашистские разнообразные вот эти вот выкаблучивания российской физидерации. И Путин может показывать эти предметы своим разнообразным гостям и говорить, вот видите, видите, у нас это все с Руси. А то, что они все это с Руси поворовали, повывозили, то, что начиная от Боголюбского представители их власти и элиты грабили нашу страну, вывозя отсюда все, что только можно, и дальше присваивая, и дальше объявляя это частями своей культуры, своей истории, своего достояния, это о нем, сказать, конечно же, позабудут. Отчасти, как бы, оно таки естественно. Да, как бы, наша история, как бы, можно сказать, отразилась на них, а повлияла на них, это правда. Но, с другой стороны, все-таки наша история, это наша история, а они были лишь колонией нашего государства, в общем-то, во времена Руси. И вот именно по инстинкту раба они свергнув своего хозяина, постарались захватить своего хозяина, как они сделали и с Ордой, и с Руссией, и дальше, и, в общем-то, уже быть даже не просто хозяином, а супер-таким рабовладельцем. Все это тоже я так или иначе разбираю из психологической, из других точек зрения, и рассматриваю в соответствующих материалах на моем канале. Поэтому рекомендую ознакомливаться, дальше будет больше интересного и всякого.